Установлением на Руси татарского иго простой народ стал именовать ханов Золотой Орды царями. Однако, стоявший во голове Золотой Орды в XIV веке хан Джанибек в летописях упоминается как «добрый». Почему же хана так прозвали? Неужели он был реально добрее других монголов? Джанибек являлся сыном хана Узбека. В каком году он был рожден, неизвестно. Но в 1342 году хан Узбек умер, а Джанибек убил своих братьев и захватил правление Золотой Ордой. После этого он утвердил московского князя Симеона Гордого старшим среди всех русских князей. Джанибек процарствовал 15 лет, и за это время ордынские войска лишь единожды вторглись на Русь, и то только в один город Олексин с его окрестностями. То есть данное действие было направлено против одного из русских князей, и как вариант, возможно. И попросту это было набегом какого-то одиночного татарского войска. По словам свидетелей, после того, как Джанибек занял ханский престол, к нему приезжали с поклоном не только князь Симеон, но даже митрополит Фиагонст. Хан Джанибек утвердил для церкви свободу от уплаты орде Дани, данную ранее его отцом. Летопись на Руси писались только в храмах, либо в монастырях, и вполне объяснимо, что церковные летописцы зафиксировали ханскую милость в своих писаниях, увековечив Джанибека как доброго правителя. Однако в конце правления Джанибека случилось еще одно событие, предоставившее русским летописцам очередной повод восхваливать этого правителя. В 1357 году ханша Тайдула, мать Джанибека, сильно заболела. Узнав о чудотворном даре русского митрополита Алексия, она отправила за ним, чтобы он явился на территорию Орды и исцелил ее. Митрополит приехал к ханше в сарай и при помощи молитвы вылечил Тайдулу. А ханша в знак благодарности приказала ордынскому баскаку Кашаку, притеснявшему Русь большими поборами, закончить свои злоупотребления. Кстати, бытует мнение, что город Тулу назвали в честь ханше Тайдулы. В том же году Джанибек, вернувшись с войны, был убит своим сыном Бердебеком. Новоявленный хан помимо отца казнен и 12 своих родных братьев. С того момента Золотая Орда вступила в смутную эпоху, наполненную частыми насильственными переворотами. Поэтому Джанибек для русских стал еще и последним правителем, при котором в Золотой Орде царили спокойствие и стабильность. Так что действительно добрый.